Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вторник, 16 часов, и с вами программа «Земля.Экодом» в студии Арбат-ТВ. Сегодня с вами я, Инна Аким, и также у нас в гостях Татьяна Германовна Шахновская. Это председатель фонда «Экология детства». Сегодня мы будем разговаривать о интересных, разных вопросах, касающих экологии. И более того, наверное, более подробно мы поговорим, что такое экологический стиль жизни. И Татьяна, как эксперт, как человек, который очень много своего времени посвятил экологическому осмыслению стиля жизни, экологическому образованию, наверное, тоже, и воспитанию. Потому что не просто это был создан фонд «Экология детства». Но перед тем, как мы поговорим об экологии детства, фонде «Экология детства», мне бы хотелось поговорить с вами, дорогие друзья, о экологическом стиле жизни. Что это такое? Каждый из нас выбирает какой-то стиль жизни. И нам надо просто посмотреть, понаблюдать, насколько мы экологичны в своей жизни, насколько мы имеем привычки, связанные с экологией. Для этого давайте просто наблюдать. Ну, например, без чего наша жизнь невозможна? Без света, без воды, без какой-то атмосферы, которую мы создаём в своём доме, без питания. Мы все пытаемся экономить наши деньги, наши средства. Но задумаемся мы о том, насколько мы экономно обращаемся с тем же светом, с той же водой. Скажите, пожалуйста, вот как вы используете электроэнергию? Вы любите свет, но насколько вы экономно его используете в своей жизни? Или у нас горят лампочки по всему дому, там, где нас нет? Если мы будем обращать внимание на такие простые, обычные бытовые моменты нашей жизни, то экономия сама войдёт в нашу жизнь, экология сама войдёт в нашу жизнь. И что можно сделать в первую очередь, связанную со светом? Ну, например, использовать энергосберегающие лампы. Мы все об этом знаем, но нам лениво пойти в магазин и купить эти лампы. А более того, если они перегорят, мы ведь тоже должны их куда-то выбросить. А энергосберегающие лампы, они ртути содержащие. И их нельзя выбрасывать в обычный контейнер с мусором. И поэтому это для нас очередная головная боль. Но если думать об экологии, что каждое моё действие — это должно быть сознательное действие, это мой выбор вести такой экологический стиль жизни, это мой выбор воспитывать экологическое сознание у моих детей, у моих членов семьи, тогда я буду действительно обращать на это внимание. Что касается света, вот мы с вами поговорили об энергосберегающих лампах. Хорошо, но сделаю ли я это? Поменяю ли я в своём доме все лампочки на энергосберегающие? Буду ли я обращать внимание на то, чтобы выключать обычные розетки, в которые включены наши электрические приборы? Если мы выключили свет и ушли из дома, это не факт, что энергия не идёт, энергия не перерабатывается, не затрачиваются огромные энергетические ресурсы для производства электроэнергии. Что за этим стоит? Увеличение выхода углекислого газа в окружающую среду. И одна из передач в октябре была посвящена такой акции, если вы помните, 10.10.10, где мы говорили о том, что инициаторы этой акции, которые провозгласили провести эту акцию во всём мире, говорили о том, чтобы взять на себя ответственность по уменьшению выхода углекислого газа в окружающую среду. И там был такой значок 350. Это максимально допустимое количество углекислого газа в окружающей среде, возможное. Сейчас оно достигает предела 380, скоро 400. И тогда что станет с нашим любимым земным шаром? Если говорить опять же об экологическом стиле жизни, то просто мне не нужно забывать, что именно от меня зависит, как я живу, будет ли дальше существовать наша планета, будет ли дальше увеличиваться это число углекислого газа. Поэтому обычные вещи — убрать лень из своей жизни, купить в магазине энергосберегающие лампы и поменять их в своём доме. Второй аспект — вода. Как мы экономим воду? Мы любим воду. Без воды невозможна жизнь на нашей планете. Сам наш организм состоит на 80% из воды. Но как я отношусь к воде? Всегда капающие краны, бесконечно стирающаяся машинка с малым количеством белья. Льётся вода из крана, когда этого не нужно делать. Я разговариваю по телефону. Когда я разговариваю по телефону, даже когда я чищу зубы. То есть есть момент, когда я могу просто выключить воду, подумав о том, что в этот момент просто уходит вода. Жизнь. Уходит жизнь, да. Просто вот такое отношение к воде, оно есть у меня. Оно есть, вот это сознание, экологическое сознание, по отношению к тем ресурсам, которым я пользуюсь. Поэтому многие люди, которые думают об экологии, они устанавливают в своём доме счётчики, обычные счётчики. Когда я уезжаю куда-то, я отключаю воду. Счётчики, опять же, экономят мой денежный ресурс, мои материальные средства. И отключив воду, не будет возможности, когда меня нет, что взорвутся трубы и польётся вода. Я отключу воду, я отключу счётчики. Это элементарное действие, которое мы можем сделать. Просто сначала установить и посмотреть, что это мне даст. И обращать внимание. Плюс, конечно же, то количество воды, которое я в пустую пользую, использую. Набирая бесконечное количество воды в ванны, принимая душ, принимая ванны с пеной, и так далее, полоская воду в одном, в другом, то есть бельё своё в одном, в другом средстве, подумать, нужно ли это. Это действительно мне необходимо. Действительно необходимо для моего существования. И подумать, что каждое моё действие, оно ведёт к каким-то последствиям. Что каждое моё действие ведёт к глобальным последствиям в окружающей среде, в нашем маленьком зелёном земном шарике, если на него посмотреть из космоса. И теперь, что касается пищи. Мы все с вами много чего едим. И мы часто используем всё это упакованное, которое бесконечно заполняет наши баки мусорные. Мы не думаем о том, что мы являемся теми, кто производит отходы. Если мы существуем, то обязательно есть отходы. Мы поели, мы поспали, мы попили воду, сделали какие-то необходимые действия в своём среде существования. И не думаем о том, что собирается какой-то мусор, какие-то отходы. Куда это потом девается? Мы это бесконечно выбрасываем в мусоропровод. Подумайте, сколько мусорных ящиков, мусорных пакетов мы выносим. Куда это всё девается? И если показать этот ролик, мы обязательно посвятим специальную передачу по отходам, по мусору. Что творится только в Москве. Если мы вам покажем это, я думаю, каждый из вас задумается, сколько отходов я произвожу. И тогда я буду думать, как мне уменьшить это количество. Татьяна Германовна, как много Вы выбрасываете каждый день мусора? Ну, я уже знаю о последствиях этого действия. И поэтому стараюсь, конечно, использовать многократно те упаковки, которые, в принципе, мы используем в своей жизни. И поэтому я обхожусь минимальным количеством посуды. И использую вот эти вот упаковки от молока для того, чтобы проращивать растения, для того, чтобы использовать что-то для рассады и так далее. На самом деле это действительно возможно. И по неволе ты просто утром выходишь и смотришь эти наполненные баки, огромное количество мусора, и ты видишь, что мы совершенно не осознаём, куда же он девается и что происходит с ним, когда его или сжигают, или утилизируют. И что эти заводы, они тоже находятся на нашей планете. И этот дым идёт, и мы тоже этим питаемся дымом, и атмосфера наша загрязняется. Поэтому, наверное, есть смысл немножко расширить своё сознание и посмотреть на планету в целом. Вы представляете жизнь тех людей, которые живут рядом с этими заводами, где утилизируют эту продукцию. Более того, ведь что перерабатывать? Что, как мы, имеем ли мы культуру выбрасывать мусор? Мы даже не думаем об этом. Об этом тоже есть экологичность. Помните тот момент, когда два года назад в Москве, по всей Москве установили аппараты для раздельного сбора мусора? И я в глубине души очень порадовалась, что, наконец-то, мы становимся такой европезированной стороной, где уже в течение нескольких десятков лет сбор мусора осуществляется отдельно. В Москве существует приём отдельного сбора мусора, потому что это переработка мусора. Допустим, стекло, оно изготавливается из песка. Алюминиевые банки, металлические банки, это тоже вторсырьё, из которого что-то можно изготовить. Бумага. Вы знаете, чтобы изготовить 60 килограммов бумаги, нужно срубить дерево. Мы об этом не думаем. Более того, вот я увидела эту цифру, но когда мы проводили акцию «10-10-10», один из девизов акции был «Спасём 500 тысяч деревьев». что пачка бумаги, которую мы запускаем бесконечно в факс, это несколько хорошей, качественной бумаги. Это несколько десятков деревьев нужно срубить. И я тогда подумала, как же мы используем нашу планету. Чтобы изготовить стеклянную бутылку, нужно взять песок. Но бесконечно в одном месте нельзя же добывать песок. В этом выработали весь потенциал песка. Идём дальше, срубаем леса, чтобы там брать, из того места обитания брать песок. А сколько нужны энергии на то, чтобы изготовить эту бутылку? Конечно, конечно. И поэтому я тоже как бы стала задумываться над тем, использовать вторично ту бумагу, где есть вот белый лист с одной стороны, с одной напечатанной, с другой есть белый лист. Использовать её два раза. И нам, конечно, опять же лениво сдать макулатуру. Раньше, я помню, такие были, я думаю, Татьяна Германова тоже застали советские времена, когда все пионеры сдавали макулатуру. Более того, у нас были специально посвящённые этому субботники. Это было наполнено энтузиазмом. Да, и это был энтузиазм. Мы сдавали макулатуру, мы сдавали металлолом. И у нас были соревнования. Использовали вторичное сырьё. Но нам хочется всё уникальное, шикарное. Мы сейчас стремимся к какому-то такому гламурному образу жизни. Использовать суперкачественную туалетную бумагу. Абсолютно белого цвета, белоснежного. Почему бы не использовать вторично переработанную бумагу. Опять же, для офисных дел у нас договора должны быть на чисто белой бумаге. И многие, я знаю, молодёжь сейчас, молодые компании, они все свои корпоративные материалы печатают на бумаге, изготовленные из торсиста сырья, такой экологически, ну не чистой, скажем, а экологической бумаги, то есть которая прошла переработку. Таким образом, мы опять же включаем в своё сознание сохранение, сохранение деревьев, сохранение воздуха, жизни на нашей планете. Вот, и опять же, обращаясь к тому, чтобы отдельно сдавать мусор. Наши ДЭЗ установили эти специальные баки для того, чтобы использовать, раздельно собирать мусор. Но мы идём и бросаем в эти специальные баки общий мусор. И что тогда происходит? Эти мусорные контейнеры куда пойдут? На отдельную переработку они пойдут опять на общую помойку. И вы знаете, та площадь, которая сейчас занимает помойки, сейчас вокруг Москвы, она уже приравнивается к территории нашего города. То есть это действительно подумать, просто подумать, включить своё сознание. И я бы хотела вам прочитать, что нельзя выбрасывать на помойку, что необходимо делать. Есть такие правила, что нужно делать, на что нужно обращать внимание. Наши дома заполнены разными электроботовыми приборами. И нам же надо включить тоже своё сознание. Могу ли я выбросить свой старый компьютер на помойку? Нет. Есть люди, которые разбирают, собирают. Есть, я не знаю, такие, как их называются, самородки, которые могут из старого сделать что-то интересное, новое. Ну, молодёжь, вы же знаете, вы умеете пользоваться всеми интернет-ресурсами. Если кто-то из ваших домочадцев пытается утилизировать что-то, обратите, скажите, папа, мама, давайте я найду в интернете и дам клич. У меня есть компьютер. Готов довести. Или приедьте, заберите бесплатно. И сейчас очень много таких социальных сетей и разных информационно-обменных порталов, где можно предлагать то, что у меня есть, то, что мне не нужно, а другой это ищет. И тогда что мы делаем? Мы не покупаем там, где-то, не нужно вырабатывать это новое для меня, когда я могу взять у друга своего. Маленький ребёнок растёт, да? Сколько ему нужно, по большому счёту? Ему нужно немного. На шесть этих месяцев, на год. Нам надо новое для нашего ребёнка. Я знаю, что в Европе сейчас очень популярны такие небольшие частные фабрики, которые изготавливают новую одежду из переработанного вторсырья, обновляют их, да. И это уникальные вещи. То есть думать о нашей планете. Что нельзя выбрасывать на помойку? Любой электронный или бытовой прибор. Пожалуйста, обращайте внимание на условные обозначения. Обязательно на этикетках есть вот такое изображение. Я вот сейчас покажу. Перечёркнутый контейнер. Видно? Вот вверху. Ну, он маленький, но на самом деле это такой контейнер, который перечёркнут. Если вы увидите на этикетке перечёркнутый контейнер, это говорит о том, что выбрасывать предмет в мусорный контейнер ни в коем случае нельзя. И в электронной технике содержится иногда более тысячи различных компонентов, которые нельзя переработать. Это тяжёлый металл, слинец, ртуть, кадми, берилей. И поэтому просто обращайте внимание. Не выкидывайте в мусорный контейнер батарейки, автомобильные аккумуляторы, аккумуляторы от телефонов, видеокамер, фотоаппаратов, мобильные телефоны, энергосберегающие иллюминисцентные лампы, расходные материалы для оргтехники. Это картриджи, тонеры, а также приборы, содержащие ртуть. Это градусники и тонометры. К сожалению, я знаю, что у нас в России пока ещё нет завода, который перерабатывает батарейки. Но люди, которые думают об этом, их достаточно много, особенно молодёжь, они такие волонтёры, они объявили об этом движении, я думаю, пригласим мы их скоро в свою студию. Они передают батарейки, они их собирают, они их не выбрасывают. Они собирают батарейки и передают своим друзьям, кто уезжает в Европу, чтобы там эти батарейки сдавались, где есть заводы по утилизации таких вещей. И ещё я бы хотела вам прочитать адрес, куда сдавать технику. Бытовые приборы, допустим, холодильники, стиральные машины, компьютеры, мониторы. Утилизацией электронных отходов в Москве занимается Экоцентр ГУП промоотходы. И с ними можно связаться по телефону. Запишите, я прочитаю очень медленно, 230-0101. Или в интернете вы можете набрать в поисковике Экоцентр ГУП промоотходы. Они работают с 10 до 18 часов. Или напишите нам, мы вам ответим. Либо в студию Арбат ТВ, где выходит наша программа Земля и Экодон. А также на электронную почту лично в неким иннособакам.к.ру. Я с удовольствием вам отвечу на эти вопросы. И ещё. Энергосберегающие лампы. Куда их нужно сдавать? Специально сегодня не поленилась, залезла в интернет, чтобы посмотреть, где принимают энергосберегающие лампы в Москве. Вообще, в ДЭЗ и РЭУ установлены специальные контейнеры, где могут бесплатно принять энергосберегающие лампы. Основанием для того, чтобы в ДЭЗе у вас приняли эти лампы, есть распоряжение правительства Москвы об организации работ по централизованному сбору, транспортировке и переработке отработанных ртуть, содержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп. Это распоряжение от 19 мая 2010 года, номер 949. Ещё раз повторяю. Распоряжение Москвы от 19 мая 2010 года называется «Об организации работ по централизованному сбору, транспортировке и переработке отработанных ртуть, содержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп». На этом, наверное, сегодня всё. Отдельно мы поговорим в следующих передачах, как вообще поддерживать этот экологический стиль жизни. Практической жизни. Практической нашей жизни. Но я ещё раз к вам обращаюсь, к вашему сердцу, к вашему разуму. Просто обращайте внимание. Просто помните, что вы живёте на этой маленькой зелёной планете Земля, которая стала сейчас совсем не зелёной, которая плачет. Мы своими действиями рубим сук, на котором с вами сидим, на котором живём. Так, медленно-медленно мы спиливаем этот сук. И что с нами может произойти? Просто подумайте об этом. Ну и теперь, наверное, давайте поговорим о нашем госте, о её деятельности, о деятельности той организации, которую она представляет. Это фонд «Экология детства». Татьяна Германовна Шахновская у нас в гостях в студии «Арбат-ТВ» на программе «Земля и Экодом», которая является председателем фонда «Экология детства». Татьяна Германовна, ну расскажите нам, пожалуйста, как же всё это началось, когда и почему вдруг вы решили свою жизнь посвятить такому удивительно тёплому названию «Экология детства». Давно уже, несколько, ну даже уже больше десятка лет назад был создан наш фонд в 96-м году. И вот сегодня мы уже, конечно, ощущаем, что давление атмосферы, давление вот этих процессов, которые идут в сегодняшнем мире, которая называется «Экологическая катастрофа», и оно очень явное. Тогда мы мало знали об этом, потому что информационный бомб, который сейчас идёт, он, конечно, тогда ещё не был таким большим, тем более у нас доступа к интернету было мало, и практически мы жили в таком неведении вообще, что происходит. Но тревога всё равно в сердце жила, потому что мы видели, что среда, в которой находятся наши дети, а у нас тогда были маленькие дети, она связана со всей обстановкой, со стрессовой обстановкой вокруг, обстановкой в школе, обстановкой в детских садах, о неудовлетворённости людей, о том, что вокруг происходит, и в Москве в частности, потому что мы начинали свою деятельность в Москве. И поэтому, естественно, мы хотели создать для своих детей какое-то защищённое пространство. И в этом смысле экология, прежде всего, это защита. А защита от чего? Защита детей, экологии детства, защита от насилия. Вот насилие в широком смысле этого слова. И, как мы уже говорили сегодня об экологическом стиле жизни, это попытка выйти из этого пространства насилия. Насилие над окружающей средой, в частности. Но насилие ещё бывает... То есть, Татьяна Германовна, если я экономлю свет, то есть я ухожу тоже от насилия? Конечно, насилие над той же природой, которая даёт всё, но только мы берём это очень насильственно. Мы ничего не возвращаем взамен. То есть, у нас нет такого радостного обмена, который должен быть. Потому что природа, да, она слуга человека. Так это было запланировано в божественном плане. Но слуга будет тогда служить с любовью и подчиняться своему хозяину с большой преданностью. Если мы заботимся взаимно, а получается, что мы превратили природу в раба, но раб, он характеризуется тем, что в конце концов он устраивает бунт. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это бунт природы, когда стихийные бедствия, они совершенно... Природа не хочет нанести вред человеку, но мы сами заставляем её бунтовать. Задуматься. Задуматься вообще, что мы делаем. Ну, а дальше уже наш выбор. Да, будем ли мы продолжать так вести себя и в конце концов накроет волна, да, как говорится. И так далее. Или мы всё-таки что-то сделаем. И вот тогда мы решили, что надо детей оберечь от этого насилия. И прежде всего насилие без души, да, невнимание. Невнимание к тому, что должен иметь ребёнок. Прежде всего уважение к его достоинству. Воспитание достоинства в ребёнке. И, естественно, вот задача фонда, она так и звучит. Утверждение достоинства ребёнка, обеспечить, вот, утвердить это достоинство. И обеспечить условия, в которых бы ребёнок гармонично развивался. Ну, вот такая была идея. И мы собрались, родители. А родители, естественно, имеют разные профессии. Кто-то был художником, кто-то, ну, и, собственно, сейчас является, кто-то педагогом, и инженеры были. То есть практически мы собрались вот такой группой единомышленников и создали этот фонд, фонд «Экология детства». И вы знаете, самое удивительное, что вот это наше сильное намерение, оно притянуло к нам очень хороших людей. И я знаю, вот сегодня тоже приятно, очень в этой студии передо мной выступал Николай Митрофанович Уваров, который в своё время был как раз главой управы того места, где, собственно, был создан фонд. Это было управа Щукина. И там мы тоже познакомились с ним. И увидели в его глазах такую заботу о детях, что нам было легко. Мы понимали, что мы будем всегда находить людей, которые, неважно где они, во власти или в каких-то других структурах, они будут всегда нас тоже поддерживать, потому что прежде всего они родители, и прежде всего они заботятся о будущем своих детей. И вот такие люди стали встречаться на нашем пути. И в конце концов наш фонд создал такую огромную программу, практически общероссийскую, которая называлась «Мир детства». Я вижу, у вас такая есть замечательная листочка. Я бы вот хотела ещё раз показать. Да, вот этот рисунок, да, вот если можно его сейчас как-то увеличить и посмотреть на него, да, будет красиво. А этот рисунок тоже удивительно, она имеет свою историю. Да, потому что одна из маленьких девочек, очень талантливая, Лена Радишевская, это дочка одной из участниц нашего фонда, Виктория Радишевская, она талантливая необыкновенно, она тоже участвовала в наших заседаниях, в наших обсуждениях о том, чему будет посвящена деятельность фонда. И вдруг она как-то подарила мне эту картинку. И посмотрите на неё ещё раз можно показать. Да, вот спасибо большое. Там такая рука. То есть в чём суть, да, суть вот деятельности фонда и вообще нашей всей деятельности. И хотелось бы, чтобы оно стало деятельностью всех. Это защитить, да, предоставить своё ладони, своё сердце, да, ребёнку, чтобы он чувствовал себя беззаботным. Ну смотрите, как малыш, да, малыш спит уютно на этой руке, большой, да, и совершенно не беспокоится о том, что будет с ним дальше. А вокруг звёзды, а вокруг энергия, которая поддерживает его развитие, его спокойное существование. И вот, собственно, те программы, которые начались в фонде, они начались именно с этого большого проекта «Мир детства». Это была большая, огромная выставка, на которой мы хотели собрать всех-всех-всех, кто действительно хотел бы предоставить свой талант, свои какие-то профессиональные навыки, возможности для того, чтобы сделать пространство творчества для детей. И на этих огромных программах участвовали, ну вот мне очень хотелось бы вспомнить, например, художника Машу Дрезнину, она сейчас тоже продолжает свою деятельность в этом. Это потрясающий художник сам, очень необыкновенно талантливый, но в то же время, когда она пришла к нам, так случайно, а всё случайно происходило, но не случайно, конечно, потому что люди собирались хорошие, и она, как раз в ней проявились педагогические способности, которые вот сейчас она реализует с большим очень чувством по отношению к детям. Она создавала огромные акции, в которым участвовали все дети, которые приходили на выставки, и, пожалуй, я бы не могла сказать, что такие акции, вот кроме того, что она делала, сейчас очень много используется в Москве, когда все работают на одну идею, а идеи были, конечно, те, которые развивали вот этот экологический стиль жизни. Ну, например, что это было? Ну, например, вот тоже прекрасная совершенно акция, она называлась «Сохраним прекрасные планеты». Да, она была очень простая, но и именно вот это творчество, вы знаете, очень легко, можно даже попробовать на вашей передаче это сделать, и может быть это будет классный, какой-то активный проект, который тоже по интернету может реализоваться. И дети будут работать в студии, а остальные тоже могут подключиться. А делается это очень просто. Вы знаете, бумажные тарелочки? Да. Да? И вот эти тарелочки, они наверняка у каждого... Или можно их просто сделать, можно взять просто листочек бумаги, кстати, можно на обратной стороне использованной листкой этого сделать, и нарисовать то, что я хотела бы сохранить. То есть то, что мне нравится в этом мире, потому что многое мне в этом мире не нравится, но то, что мне нравится, его нужно поддерживать. И вот это нарисовать на этом листочке. И на этом листочке, на этом кружочке, да, это будет солнышко, тот свет, который я хочу, чтобы существовало в этом мире. И мы тогда сложили из этих кружочков, из этих тарелочек прекрасную картину, которая и действительно создала вот этот мир. То есть мы поняли, что мы-то на самом деле очень хорошие, и хотим мы, чтобы мир-то был хорошим. И вот это как раз общая идея и начинает запускать волну позитива. Ведь мы, наверное, вы тоже в своей передаче говорили о том, что мысль, она на самом деле обладает колоссальной энергией. И если эта энергия позитивная, то тогда этот вклад в мировое сообщество, в мировую атмосферу даст возможность и планете немножко вздохнуть легче. Поэтому любая акция, которая настроена на то, чтобы дети мыслили позитивно, чтобы они увидели, что в мире есть хорошее, но его обязательно нужно поддерживать, оно, конечно, очень важно. Вы знаете, сейчас на самом деле, я думаю, что само время диктует нам о том запросе, о экологичном запросе, о запросе экологического сознания, о запросе позитивного вот такого отношения ко всему, к друзьям, к родственникам, к природе, к своему дому, к родителям, ко всему, что меня окружает. Именно вот это вот отношение и, наверное, и воспитывает людей, именно такие общественные организации, они и помогают продвигать эти идеи в массы, тогда появляется запрос у общества, и тогда этот запрос поддерживает государство, поддерживает политика. И я думаю, таким образом и ваше движение, оно тоже стало как-то продвигаться. Я знаю, что этот мир детства, выставка, она до сих пор имеет в своё существование. Может быть, она не имеет тот формат, который вы же думали. Да, к сожалению, да. Она в своё время сыграла определённую роль, и сейчас она трансформировалась в чисто коммерческую выставку, к сожалению. Но, тем не менее, фонд, он превратился в движение, потому что те люди, которые участвовали, они настолько подпитались этой энергией, они получили этот импульс, они поверили в себя, поверили в то, что действительно позитивно, и то, что сила добра, она обязательно побеждает. Они создали свои направления. У кого-то есть своя школа, у кого-то есть своё направление, даже фонд или какая-то общественная организация, которая профессионализируется в определённых моментах. Но мы все очень дружим. Но самое интересное, что те дети, которые участвовали в наших программах, они уже стали родителями. И мы с ними поддерживаем отношения, это такое сообщество очень приятное. И они воспитывают уже сегодняшних детей, но это уже семьи, в которых живёт счастье, в которых живёт социальная ответственность, которые уже совершенно по-другому относятся к миру и к тому существованию, которое вокруг них происходит. Они в основном творят. Это и архитекторы, и художники. Потому что они хотят, чтобы мир стал более красивым. И я подготовила небольшую зарисовку из фотографий разных общественных движений в нашей России, большой нашей стране, где очень большую роль играют дети, молодёжь. И мы сейчас покажем такой небольшой... И надо сказать, что дети очень хорошо откликаются на все эти инициативы. Я попрошу камеру на экран. И вот несколько фотографий на тему экологии. И пока идёт такая зарисовка, мы будем говорить, поговорим о том, что действительно именно наша позиция, позиция родителей, позиция старших, молодых старших, изменит отношение наших детей, наших родителей. Потому что мы говорили о том, что действительно волонтёры — это в основном сейчас молодёжь. И наша передача, она тоже как-то рассчитана на молодёжную аудиторию, на сознательную аудиторию, которая не боится перемен, не боится делать какие-то такие... Разрушать стереотипы. Разрушать стереотипы. У них такая созидательная энергия. То есть они полны этой энергии. Это сам момент их роста, потенциала, раскрытия потенциала. Конечно, взрослые, они очень мудрые, они очень опытные. Но, к сожалению, есть такая вот привычка, старая привычка, которую трудно разрушить, того образа жизни, к которому я привык. Использовать то... Использовать так. Но мы, наверное, сейчас должны снова вернуться к нашему детству, когда были вот эти вот упаковки, да, помните, из вторсырья, когда не было этих бесконечного большого количества пластиковых бутылок. Я знаю, есть такая передача на телевидении «Очмелые ручки», как из разных вот этих пластиковых бутылок. Ребята показывают, как и что можно использовать их для дачи, для дома и так далее. Потому что именно переработка таких бутылок пластиковых тоже приводит к выбросу большого количества углекислого газа. И вот эти фотографии, это фотографии различных движений на Байкале, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, в центральных районах России. И когда мы проводили акцию 10.10.10, мы даже не ожидали, что такое большое количество регионов России откликнется. Более того, и мировое сообщество не ожидало, что Россия покажет такие показатели, так ответит. — Я знаю, что помимо проекта «Мир детства» Ваш фонд занимался и другими проектами, что касается насилия. — Мне бы хотелось бы еще немножко сказать о том, почему, собственно, фонд «Экология детства». Мы говорили о защите от насилия. То есть представьте себе, что наш сегодняшний мир существует без насилия. Вы можете себе это представить? — Ну, это будет рай тогда на сегодняшний мир. — Прямо придется говорить о рае. Да, но ведь на самом деле, если вернуться к нашей жизни повседневной, то можно просто посмотреть, что окружает ребенка в частности, какие пространства вокруг него строятся. И первое, конечно, связано с самой большой заботой родителей, это его здоровье. И вот даже вот в этом вопросе мы проявляем колоссальное невежество. Во сколько ребенок ложится, во сколько он встает, как устроена его жизнь в течение дня. Мы просто сами живем в совершенно несоответствии с природой, с природными биологическими ритмами. — Сейчас принято вести ночной образ жизни. Даже более того, сейчас я знаю, что в центре Москвы парикмахерские салоны красоты работают в ночное время, потому что это самое активно посещаемое время, потому что люди очень заняты, им некогда. А после ночного клуба им удобно зайти. — Да, и получается, что дети копируют наш неправильный вот этот ритм. А что получается? Что фактически они разрушают полностью свое здоровье. Ведь известно, что надо вставать с первыми лучами солнца и ложиться, когда уже наступила темнота. Кстати, к вопросу о энергосбережении. У нас такая иллюминация, все это горит, сияет и сверкает именно в ночное время. То есть как будто о днем все спят. Вот представляете, какой нонсенс. Мы живем вообще в структуре парадоксов. И эти парадоксы нами не замечаются. И вот задача Булаконда, мало того, что привычка, вот эта неосознанность, следование каким-то неправильным стереотипам. И вот если мы остановимся на минутку и поразмыслим, вот тогда и придет вот это ментальное здоровье. Ментальное здоровье, в котором критериями правильного и неправильного становятся рациональные, очень естественные для человеческой жизни вот эти критерии. И в частности, вот буквально несколько слов просто для того, чтобы люди обратили на это внимание о биологических ритмах. Ведь все самое полезное, самое лучшее, самое энергетичное возникает утром. И вот если вы встаете, ну я не говорю уже о четырех часах, но хотя бы в пять часов утра, то ваши дела, которые вы переносите на утро с вечера, они гораздо эффективнее исполняются. Да, мы обычно лучше до двух часов ночи посидим или до трех, до четырех, а потом ляжем спать. Но более того, все системы организма, они настроены, они соответствуют, хотим мы того или не хотим, как бы мы их не заставляли работать по-другому, они работают в соответствии с биологическими ритмами. Да, я тоже слышала, что именно в пять, в четыре часа утра вот начинается вот подъем, подъем, под подъем. Все системы начинают пробуждаться, и это самое лучшее время. Но самое главное, больше всего мне хотелось бы сказать, и может быть для родителей, которые меня слышат, что детей, особенно подростков, когда у них наступает вот этот период таких очень больших процессов, таких нервных процессов, их надо укладывать или приучать ложиться, ну, конечно, это с раннего возраста нужно делать, до десяти часов, до десяти часов, потому что в это время эндокринная система, она очень слаба, она не поддерживает энергетические процессы. Когда? После десяти? Да, с девяти до одиннадцати, это время, когда обязательно ребенок должен быть в покое. Никаких телевизоров, никаких интернет-игр, ничего. Ну что вы, Татьяна Германовна, это какие-то иллюзии. Сейчас даже подростки, они послушают вас, скажут, это у меня самое время моих встреч. Чат. Чат, да, время. Час чата. Вы знаете, ведь на самом деле главное набрать фактическую массу. То есть, если просто просвещение, если вот это желание жить в соответствии с природой, вот как мы говорим, экологический образ или стиль жизни станет модным, да, то тогда сами же дети начнут делиться друг другом своими достижениями. И тогда эта критическая масса, в конце концов, перевернет мир, и мы встанем на рельсы естественного проживания на этой планете. И природа успокоится, потому что она почувствует наш шаг к ней навстречу. Ну, дальше, конечно, питание. Ну, о питании много говорят. О питании говорят, вот тоже парадокс, да. С одной стороны, мы понимаем, что всё, что связано с фастфудом, это очень вредно. Это просто невероятно вредно для организма, тем более растущего. И в то же время продолжаем, да, всё больше и больше производить этого ужасно вредного продукта, как газированная вода, как... Но вся реклама, самая дорогая реклама, это чего? Да. Ну, здесь я уже не говорю о вредных привычках, потому что у меня каждый раз, когда я вхожу в метро, в сердце обливается кровь, потому что огромными буквами, огромный плакат о курении, о сигаретах, который... Хорошо, конечно, что рекламы сигарет нет на телевидении, за это спасибо большое нашему государству. Ну, метро – самое посещаемое место, и оно наполнено рекламой. И тут же реклама социальная по поводу того, что просите курить. Ну, это же парадокс, это же нонсенс, это же бессмыслица. Это говорит о нашей совершенно неразумности. И какие бы мы не получали дивиденды с рекламы этих вот этих огромных проспектов или огромных вот этих простендов, да, это не окупается совершенно теми затратами, которые мы потом тратим на лечение наших детей. И самое главное, что когда они входят вот в это, в норму потребления вот этих вот вредных веществ, они становятся у нас совершенно нетворческими. Они становятся зависимыми от всего, что угодно. Мы не можем уже ожидать от них каких-то порывов, каких-то достижений. Они деградируют у нас на глазах. Представляете, Татьяна Геннадьевна, если как бы пять лет назад средняя статистика среднего возраста населения, подростков, которые курят сигареты, было 14-16 лет, то сейчас на сегодняшний день это 7-8-10 лет. Представляете, насколько молодеет курящее население? Это наши дети. Да, и здесь, конечно, немалую роль играют сами родители, потому что, опять же, да, вот это противоречие, вот это лицемерие, когда родители ахают по поводу того, что дети курят, но сами, ну пусть тайком даже, где-то скрываясь тоже дымят. Но сейчас уже никто не скрывается. Ну или не скрываясь, да, это тоже безумие. Это говорит о том, что совершенно нет вот этой разумности в жизни. Более того, Вы знаете, вот, например, у моей дочери, сейчас вот подруга беременная и подруга курящая, и она говорит, ну, сейчас врачи говорят, что бросать курить беременным вредно. Это большой нервный стресс. Да, Вы знаете, ну, это опять говорит о том, что мы обезумели. Да. И если я прихожу к врачу и ожидаю от того, что он мне поможет, но при этом я вижу, что этот врач курит, то я просто закрываю дверь и ухожу. Потому что это бессмысленно лечиться у человека, который сам не бережет и не ценит свое здоровье. Ну и, конечно, хочу вообще сказать и о физической культуре. Несмотря на то, что сейчас вот правительство как-то взяло направление на то, чтобы спорт развивать, чтобы физкультуру развивать, но по-прежнему насилие. Через физкультуру идет насилие. В школах дети сбегают с уроков физкультуры. Нет, не популярный, самый непопулярный урок. То есть самое-самое естественное человеческое тело, движение, вот эта радость существования в этой активности, оно сейчас почему-то стало просто насильственной формой обучения. Это не модно ходить на физкультуру. Да даже не то, что не модно, это просто трудно, потому что гиподинамия достигла такого колоссального уже уровня, что дети не могут пробежаться. Они не могут, просто физически, это катастрофа. Ну а почему бы не сделать так, чтобы родители с детьми просто танцевали? Не надо дорогих фитнес-клубов, не надо дорогих каких-то колоссальных школ спортивных, безумные деньги, которые стоят для того, чтобы дети чему-то там какие-то достижения получали. Просто танцуйте, просто занимайтесь вот этой культурой, культурой движения. Ну да, представляете, когда мы вместе с детьми что-то делаем, тоже зарядку. Помните, раньше в выходные дни были походы на лыжах, походы в лес, турпоходы семейные, выезды на байдарках, я себя помню. Мяч играли. Мяч играли, выходили на улицу, волейбол какой-то был. Бадминтон. Бадминтон, да. А мы сейчас детей в дорогой фитнес-клуб, там есть детская йога или детский какой-то фитнес, детская аэробика, а сами пошли по своим делам. То есть опять же мы не уделяем времени, не соединяем эту ячейку, не делаем ее сильной. Ну и опять хочется сказать, что опять неестественно происходит наше существование. То есть когда я иду в фитнес-клуб, я занимаюсь физкультурой, поэтому у меня физкультура где-то там, это не мой образ жизни. Нет, она, да, нет, она одно из как бы, да, вот моих пунктов расписания, оно не присутствует в моей культуре жизни. Естественно, не передается ребенку ценность к тому, чтобы творить себя через движение, через красоту, через манеры. Посмотрите на спины детей, это же просто ужас. Ну, об этом, может быть, надо действительно специально говорить, но тем не менее все это в сознании, то есть идет от сознания. Ну и хотелось бы, конечно, сказать о самой большой, может быть, заботе сегодняшнего нашего общества и взрослых. Это те средства окружения наших детей, которые стали даже большими друзьями, чем родители. Это телевизор и интернет. И в нашем фонде был создан проект, который так и назывался «Дети насилия с экрана», который, в принципе, я, ну, наверное, как бы могу даже так сказать немножко, в то время, в 1996 году, этот проект, он был новаторским. И он собрал вокруг людей, которые сейчас уже разработали какие-то нормы и предлагают их в законодательство. Но, к сожалению, представляете, сколько прошло времени, но, к сожалению, этот проект не, до сих пор не имеет таких вот законодательных подтверждений. А насилие с экрана, вы сами понимаете, что это огромная задача. Более того, не только с экрана, сейчас же все дети сидят в интернете. Ну да, это, собственно, экран, в том смысле, что экран, да, экран телевизора, экран интернета. Замена общества произошла. Что угодно, да. И самое главное, что дети становятся, опять же, творцами плохого, да, творцами некультурного, да, творцами разрушающего или вот этих вот разрушающих образцов какой-то своей субкультуры. Но мне хотелось бы еще сказать, может быть, это будет интересно, и потом, может быть, в следующей передаче можно развить будет эту тему, что несколько лет назад Международная комиссия при ЮНЕСКО разработала всемирный доклад о воспитании в 21 веке. И вот умы, да, представители из разных культур мира пришли к выводу, что должно существовать четыре принципа в этой программе воспитания. Эти четыре принципа звучат следующим образом. Научиться жить. То, что мы с вами говорили немножко о питании, экологических степах. и так далее. Научиться знать. То есть научиться учиться. Да, чтобы незнание получать, да, и чтобы избежать этого невежества, тотального невежества. И, естественно, то, что является... То есть незнание не освобождает от ответственности. Если природа наказывает, а ты об этом не знаешь, значит... Да, то не надо винить природу, да, брать внимание на себя. Научиться делать, да, то, что мы говорили. Не просто не ленивым, а делать то, что приносит благо окружающим и тебе самому, да, а не разрушает тот мир, который не рубит тот сок, на котором ты сидишь. И, наконец, научиться жить вместе. И по мнению этих экспертов, самое сложное, это как раз четвёртый принцип. Потому что ему не учат в школе, да, как раз образование не настроено на то, чтобы научить людей жить вместе, радостно и весело. И хотя существует наука конфликтология, да, которая учит выходить из любых конфликтов не без побеждённых и побеждающих, да, но, тем не менее, этой культуры у нас нет. Культуры жить вместе. И вот хорошо, очень сказано, совершенно гениально просто в Конституции ЮНЕСКО 1945 года, поскольку войны возникают в умах, надо построить в умах людей, преграды для войны, да, то есть вопрос воспитания в школе, он самый актуальный. Этому тоже была посвящена деятельность фонда, и я с удовольствием, может быть, расскажу, я так понимаю, что время наше подходит уже к концу обсуждения, и мне хотелось бы, чтобы мы этой теме, может быть, посвятили больше времени. Ну, а в связи с тем, что это очень важная тема, наверное, нужно что-то такое посоветовать нашим слушателям, да, чтобы внести, да, в свой вклад вот эту преграду, преграду ум, войне в уме. То есть, чтобы не было войны в уме, нужно сделать какое-то миросозидание там внутри своего ума. И мы тоже говорили на некоторых наших передачах, и я думаю, что мы определённой передачей именно посвятим экологии сознания, да, экологии позитивного сознания, созидательного сознания, творить свои мысли, чудо-мысли. То есть, очень много зависит от нас, что мы создаём в наших умах. То есть, именно войны, они начинаются в уме, и тогда они вокруг. Но если мы строим этот дом внутри из позитивных, красивых, чистых, прекрасных мыслей, то тогда эта жизнь будет окружать нас. И мы говорили о тех качествах, которые на самом деле сейчас утрачены. То есть, вот у нас в гостях был педагог нравственного воспитания. Как бы этому вопросу действительно сейчас нужно уделять как можно больше и больше внимания. Обычные качества, которых дети забыли, любовь, доброта, счастье, сотрудничество, единство. То есть, у детей спрашивают, что такое добродетель? Они не знают. Они не знают, что такое любовь. Они спрашивают, за что ты любишь свою маму? Они думают, за то, что она мне хорошие подарки дарит, допустим, или мы с ней куда-то ездим в Европу, на Кипр или ещё. Мы забыли о общечеловеческих нравственных качествах, которые нужно просто бескорыстно дарить. И, может быть, сегодня хочется закончить нашу программу в этой студии. Творческим заданием. Творческим заданием, да. Давайте вспомним круг наших друзей, наших родственников. Хотя бы 50 человек. Наверняка нас окружает. Но не 50, 20. Но начните с 10. нарисуйте себя, вот так вот, кружочком. Себя. Я в центре. И вокруг меня окружают разные мои друзья, родственники, соседи. Я сейчас поставлю сюда на экран. И в каждом кружочке напишите имя своего человека, друга и добрые пожелания. Начните с этого. Сначала напишите в каждом кружочке человека и к нему пристройте цветочек из добрых пожеланий. И дарите всем, и не бойтесь. И тогда вы увидите, как чудо возвращается к вам. С вами была программа «Земля.Экодом». в студии «Арбат ТВ». И мы вас ждём в следующий вторник в 16.00 снова здесь, в студии. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Продолжение следует...